ТОС лучший друг человека, поэтому эти объединения нужно поддерживать и развивать, уверены власти. По инициативе мэра Костромы состоялась встреча председателей местных ТОСов с ивановскими коллегами. Первоочередная задача – перенять опыт и поделиться успехами. Одна из удачных практик в городе Костроме – это когда ТОСы создаются на территориях индивидуальной так называемой застройки. Это наиболее проблемные территории, связанные и с благоустройством, и с уборкой территории. И вот благодаря созданиям на подобных территориях ТОСов как раз удается сочетать возможности как коммунальных служб, так и жителей. В областном центре в деятельность ТОСов вовлечен каждый четвертый житель. В городе общественных самоуправлений 41. Недавно Березняковский приобрел статус юридического лица. Эта практика особенно заинтересовала костромичей. Из бюджета ему были выделены около 700 тысяч рублей на кронирование деревьев и уборку снега в зимний период. Примеров такого самоуправления ни в нашем городе, ни в Костроме больше нет. Муниципалитет сегодня выделяет, безусловно, сумму гораздо больше, чем это было ранее. Вот по этому году в районе 4 миллионов в общей сложности мы выделим. И мы видим, что каждый рубль вложен, что называется, с душой и с отдачей. Поэтому мы убеждены, что эту работу будем и дальше вместе продолжать. Я считаю, что работа территориально-общественных самоуправлений – это очень важный момент для города, для любого, наверное, города. Потому что там, где организованы территориально-общественные самоуправления, там намного чище. Там намного организованнее населения. Там жители, как бы сказать, особенно ветераны, они все как-то под присмотром, они не брошенные. Для гостей из Костромы власти заготовили не только теоретическое, но и практическое занятие. После обсуждения наболевших вопросов председатели общественных самоуправлений отправились на осмотр лучших ТОСов Иванова. Исследовать, так сказать, на натуре. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.